Работа Карачаева-Черкесского республиканского книжного издательства планируется на год в соответствии с рекомендациями Министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. В государственный заказ вносятся произведения поэтов и писателей республики, рекомендованных Союзом писателей Карачаева-Черкесии. Это литераторы, издающие свои произведения на родных и русском языках. В этом году мы издали по госзаданию уже 10 книг. Еще впереди издание 5 книг по госзаданию. То есть мы план увеличили в три раза на предыдущие годы в сравнении. Попали по национальностям, каждой национальности, по два, по три автора. Высокие результаты работы книгоиздателей определяются соответствующим финансированием. За полтора года план работы перевыполнен по сравнению с предыдущим периодом в три раза. Литераторы республики получили больше возможностей радовать своих читателей. Одним из авторов стал Юрий Кореневский, который обратился к главе республики Рашиду Борисбеевичу Темрезову с просьбой издать военную хронику об обороне Северного Кавказа, в которой принимал участие его отец. На русском языке также была издана книга Татьяны Братковой о своем отце, об участнике войны, о герой соцтруда, как закаляется золото. Также на русском языке у нас издана книга Ольги Михайловой. Два романа, которые уже нашумели в республике, имеет своего читателя. Мы не говорим, что это для всех, для широкого круга читателей. Мы ограничиваем во всех изданиях, мы ставим знак информационной продукции, который ограничивает возрастной, показываем возрастной ценз. В этом году вышли из печати три книги на ногайском языке. Авторы одной из них – Магомед и Римма Утемисовы. Яркие представители ногайского народа в области культуры и искусства. Также у нас был выпуск ногайской книги «Третий том» Суина Капаева. Ранее в издательстве был запланирован выпуск трехтомника через каждые пять лет по юбилейным годам. И вот выпущен третий том Суина Капаева. Также выпущена книга «Летопись мужества» составитель Найманова. В этой «Летописи мужества» найдена и показана информация об участниках войны Нагайского района, погибшие, вернувшие дети войны и труженики тыла. Об этом и автор тоже рассказывала. Также тут памятники, обелиски, которые отражены. То есть это по Нагайскому району участники Великой Отечественной войны, которые проживали на этой территории. Также нами выпущены книги на черкесском языке. Очень красивая, добрая книга «Детская братова Мурата». Тут шесть плюс. Я думаю, что она тоже будет востребована читателем. Над ней мы тоже очень долго работали. Первоначально она была на двух языках, на русском и на черкесском. Но в итоге мы все равно пришли к выводу, что только на черкесском мы оставили русскую часть. Мы рекомендовали автору убрать, чтобы она была более яркая на языке. Потому что дети всех национальностей, к сожалению, в республике плохо начинают говорить на языке, на своем. Мало есть что прочитать, от чего толкнуться. Поэтому, учитывая эти проблемы языка в республике, мы оставили только черкесский текст. Замечательная книга получилась у Жука Скербевича Тхагапсова. Его избранные произведения, стихи на черкесском языке, поэмы, рассказы, также переводы. Но, на мой взгляд, его книга получилась очень замечательная. Жука Скербевич не печатался в книжном издательстве. Лет 20 назад маленькая книжечка была издана этого автора. Но в этом году он тоже вошел в план, и мы его издали. Следом, хочу сказать, что по абазинской литературе тоже замечательный поэт, писатель, переводчик Аджибеков Хаджасмель. Его книгу выпустили, и переводы здесь есть, и рассказы, и стихи, поэмы. По составу, по содержанию очень интересно для абазинского читателя. Я думаю, что он востребован на сегодняшний день. Но можно сказать, что если классик абазинской литературы, на данный, вот, современников, и пишет хорошо, и очень достойный человек, вот его книгу мы издали. Также в процессе подготовки к изданию у нас Шепзухова Лариса, ее произведения, они тоже найдут своего читателя. По заданию правительства к 100-летию Сьюнчева выпустили библиографический указатель, в котором разработали, описали все его произведения. Нам был предоставлен материал, но мы еще дополнительно обращались за помощью. И по последним стандартам описания, библиографического описания, его произведения о нем и его, описали более 700 источников. Это книга небольшая, но она очень ценная в том, что отражает весь материал, который есть в Брусуинчево. О нем, в этой книге есть, о нем рассказ, очерк его дочери Татьяны, автора, составителя этой книги Татьяны Чанкаевой. Вступление интересное, предисловие книги Моризы Чурчаевой. Ну и также сюда вложен огромный труд наших редакторов, которые готовили это издание. Коли мы громко заявили, что это биобиблиографический указатель, то он должен был соответствовать последним стандартам ГОСТа. Планов много, издаваться можно, будет финансирование, будет профессиональный коллектив, то издание, я думаю, что не заставит себя долго ждать. Будут еще другие книги, другие сюрпризы. В коллективе книжного издательства трудится 15 человек. Дефицит полиграфистов, художников компьютерной графики, ощущался всегда. Ближайшие образовательные учреждения, подготавливающие такие кадры, находятся в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день, наверное, это самая сложная специальность. Хотя интернет нам в помощь, но тем не менее, нет специалистов, полиграфистов нет в этом проблема. То есть технический редактор или завпроизводством, которые у нас есть и должны быть, они должны быть со специальным образованием. Редактор национальных секций зарекомендовали себя как опытные специалисты, знающие и родной язык, и свою работу. В каждом направлении свой редактор. Абазинский язык. Мы знаем, что он сложный. У нас замечательный редактор на сегодняшний день. Это Чкава Георгий Константинович. Который, конечно, нас очень своими работами радует. Компетентный, профессиональный. Потом у нас редактор Ногайской редакции, Мадина Нижева Союновна. Она подготовила, вот она не так давно к нам пришла, уже подготовила 4 книги. Я хочу сказать, что, наверное, Мадина Союновна находка не только для книжного издательства, но и для всего Ногайского народа. Замечательный автор. Карачаевский редактор у нас, маститый редактор, поэт. Талантливый это Махмуд Мусаевич Кубанов, который 30 лет в этом году, как работает в нашем издательстве. И редактируя ими книги, конечно, имеют своего автора. Они у нас, книги отредактированы, допустим, Махмудом, и где-то представлены, они просто уходят. Мы даже их у себя в фонде не находим. Он очень тщательно подходит к этому вопросу, никогда не пропускает. Вот если сейчас цензуры нет, но эта цензура осталась с Махмудом советских времен. Вот он, можно полностью довериться, если даже не успеваешь прочитать, посмотреть материал, да, скрупулезно, по всем. Он учитывает и традиции, он учитывает этикет, он все учитывает. То есть он не пропустит, пусть даже это литературные произведения, но какие-то фривольности он не пропускает. Я благодарна этому человеку. Главный редактор книжного издательства и произведений, издающимся на русском языке, Ольга Михайлова. Специалист грамотный и очень ответственный, говорит Роза Баддиновна. Ее литературный опыт и многолетний стаж работы позволяют выдавать качественную книжную продукцию. Место редактора на черкесском языке в настоящее время вакантно. Ищем кандидатуру на место черкесского редактора. А так все остальные редактора работают полноценно, несут ответственность не только перед книжным издательством, но несут ответственность в целом перед своим народом, который отвечает, наверное, за качество выпускаемой литературы для народа. Член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, лауреат многочисленных премий, а главное, человек неравнодушный и знающий свою работу на отлично. Это все о директоре республиканского книжного издательства Розе Баттиновне-Буэнсузовой. Чуть больше года она руководит учреждением, но результаты не заметить невозможно. И это только начало.